В настоящее время ведётся активная работа по разработке техника экономического обоснования проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Об этом заявил в ходе выступления на первом заседании диалогового формата Узбекистан-Азербайджан-Турция, исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов. По его словам, сегодня особую актуальность приобретает стремление стран развивать межрегиональные транспортные коридоры. Считаем, что соединение железнодорожного коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан с Транскавказским коридором создаст единую транспортную сеть между нашими странами и расширит географию торговли из Китая в Европу. Именно поэтому Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангизурского коридора, который мог бы обеспечить кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу. С созданием Трансавганского коридора откроются большие перспективы. Реализация логистического проекта значительно сократит сроки и стоимость транспортировки грузов между крупнейшими субрегионами через Центральную Азию. Наряду с этим инициатива откроет странам уникальную возможность для прямого выхода на перспективные рынки Южной Азии с совокупным населением около 2 миллиардов человек и 3,5 триллионов ВВП. На протяжении истории наши страны служили ключевыми точками на главных транспортных, а вместе с тем и цивилизационных магистралях, таких как Великий Шелковый путь. Эти позиции со временем в силу разных обстоятельств, геополитических факторов были утрачены. И их возрождение сейчас это еще и восстановление исторической справедливости. Узбекистан, Азербайджан и Турция в будущем смогут сформировать экономические коридоры путем создания вдоль существующих транспортных маршрутов производственно-логистические из бытовые пункты. Кроме того, для Ташкента важно использование транзитного потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Для Узбекистана, который не имеет выхода к морю, огромный интерес представляют порты Каспийского и Средиземного морей в Азербайджане и Турции, через которые Узбекистан способен проложить себе коридор на рынке этих стран, а также в Европейский Союз. Азербайджану и Турцию, в свою очередь, могут быть интересны магистрали, которые свяжут Узбекистан с Китаем, а также с Южной Азией. По итогам первого заседания диалогового формата Узбекистан-Азербайджан-Турция делегации договорились активно использовать все возможности железнодорожных линий, а также международные порты Турции и Азербайджана и транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад. Продолжение следует...